Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Но мы начинаем. Российская колонна попала под удар Хаймарса в селе Заповедное в 16 километрах южнее Энергодара. Уничтожение колонны оккупантов с детонацией БК на запросском направлении. Место геолоцированное, и эта дорога рядом с населенным пунктом Заповедное, достаточно далеко от фронта, примерно в 65 километров от линии столкновения. Скорее всего, накрыли с противоположного берега водохранилища, которое уже практически высохло в результате подрыва россиянами дамбы. Тем временем поступили очень хорошие новости с фронта. В ССУ освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Ролик с поднятием украинского флага опубликовали воины 68-й дельной егерской бригады имени Алексы Довбуша. Славные воины 68-й дельной егерской бригады имени Алексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах. В ходе операции также удалось взять в плен российских военных, говорится в сообщении. Украинская армия добилась тактических успехов в Запорожской области, сообщает Институт изучения войны. Согласно данным наблюдателей, 10 июня в ССУ ввели контрнаступательную операцию на четырех участках фронта на Луганщине в районе Белогоровки под Бахмутом, на границе Донецкой и Запорожской областей в районе Большой Новоселки, в районе Орехова, на Запорожье. Геолоцированные данные, опубликованные 10 июня, дополнительно указывают на то, что украинские силы в западной части Запорожской области добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова, сообщает Институт изучения войны. Также в сети появилось видео эффектного попадания снаряда GMLRS М3-0А1 с карбидовольфрамовыми шариками по российскому БМ-21 «Град». В сети появилось видео штурма позиций оккупантов нашими бойцами из специального подразделения «Волчья стая». «Волчья стая», «Волчья стая» «Давай сюда!» «Рука, рухаємся!» «Контролька» «Пішли, пішли, пішли, пішли!» «Давай гранату сюда!» «Есть, заебись!» «Граната!» «Питер, погоню!» «Сосай, суки!» «Питер!» «Нехай бедру!» «Питер ебаный!» «Питер ебаный!» «Питер!» «Разебал ему некого!» И теперь утершение. Ебать, парилка, пацаны! Дай мне, ребят! ...часть из Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское, сказала Анна Малер. По ее словам, подрыв Каховской ГЭС осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления в СУ на Херсонском направлении и освободить необходимые резервы для других направлений. Также разрушением ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил на ликвидацию техногенной катастрофы. Левый берег, который географически нижний, опинився очень мощно, залитый и разбурганный этими потоками. А перед этим российские оккупационные войска вибудовывали там несколько смуг обороны. В том числе и минно-вибуховые загороджения, которые складывались с кількох рядов заменуваний. И против танковыми, и против десантными, и против пехотными минами. И разом с тем, среди этих ліній обороны облаштовывались и позиции. Помните, когда первый еще повиновный, достаточно природный подъем воды залив их в лендажи и окопы, уже тогда они втратили часть особого склада, были втраты по оружии и боеприпасах. И в этой смузе, от 5 до 15 километров, которую затопило на левом березе, перебували в том числе и их полевые склады боепостачания, которые также водой размыло. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, чем сбивают шахеды на одном из направлений. Работают по дроном Камикадзе из чешских зенитных комплексов «Виктор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чешская зенитная установка, яка передана Збройным силам Украины для подвищения эффективности системы противоповетренной обороны, в частности, в борьбе с беспилотными летальными аппаратами типа «Шахед». Эта установка имеет коллиматорный прицел, для работы в ночи имеет тепловизор и лазерный институт к зенитам. Интригующее видео с молчащим Кириллом Будановым опубликовала замминистра обороны Анна Малер. Продолжение следует, планы любят тишину, написала она. Друзья, поставьте лайк, если тоже ожидали смех главных урожений таких установок. На что вона здатна, сейчас проверим. Переконанный, что когда будет правильная цель, так же будет вражена. Рухаемся дальше, вместе, победим! Продолжение следует... Продолжение следует...